Зарплата должна быть белой, а трудовые отношения оформленными должным образом. О работе по выявлению фактов выплаты работникам заработной платы ниже размера минимальной оплаты труда и зарплаты в конвертах шла речь на очередном заседании Межведомственной комиссии по мобилизации доходов городского бюджета. Как отметила начальник Ломатнанского управления Пенсионного фонда России Инна Гара, при сопоставлении отчетности организации всех форм собственности, за второй квартал текущего года было выявлено 9 страхователей, которые платили своим работникам зарплату ниже минимального норматива. Среди муниципальных учреждений подобных фактов не зафиксировано. Судя по ответу, полученному от двоих работодателей, причины того, что зарплата не дотянула до минимума, вполне объективны. Работники либо были заняты не полный месяц, либо являются совместителями. Как показывает практика, обычно все подобные факты имеют под собой объективную подоплеку. Это касается и анализа налоговых поступлений. Как отмечает заместитель начальника Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России номер один Наталья Щербакова, по итогам 2014 года вопросы возникали к восьми налогоплательщикам. Трое из них представили исчерпывающие объяснения, остальные рискуют получить административные наказания. Однако в тени иногда предпочитают находиться не только работодатели, но и работники, что тоже плохо. К примеру, жители, оставляющие свои сообщения на официальном сайте администрации города в разделе «Трудовой хамелеон», чтобы получить конкретный результат и возможность полноценного воздействия на работодателя со стороны надзорных органов, должны быть готовыми к открытому сотрудничеству. Об этом предупреждает заместитель начальника управления по труду и социальной защите населения Марина Волигова. Анонимное обращение позволяет провести лишь так называемую первичную профилактику. Полноценную работу с работодателем можно организовать только на основании официального обращения, сообщает отдел по связям с общественностью администрации города.